Лидеры, миллиардеры мира понимают, что нужно работать и делиться справедливо с возможностью, которую все вещи нам дают. И это тот, кто не понимает, он оказывается сегодня примитивным человеком. Так давайте мы все будем продолжать быть не примитивными, а более понимающими. Что мы, хотя считаем себя очень умными, наверное, иногда, очень способными, но будьте уверены, что есть гораздо умнее и способнее люди, чем я, и чем каждый из тех, кто находится в этом зале, в которых нет пучка хлеба, к сожалению. Так что за то, что мы являемся доверенными милицами. Есть такие солдаты. Когда мы в начале 90-го года начинали это работать, было во всех странах, если не было 15-ти грабинов. И кто не такие раввины, которые приезжают с пешком бюджета и начинают работать. Приезжают с чемоданом и с долгами и начинают работать. Мы сегодня имеем более 300 раввинов Федерации детских общин. Более 300 раввинов. Сегодня Федерация имеет продолжение. Дети этих раввинов более полутора тысячи детей, слава Богу, которые делились здесь. И сегодня, когда мы празднуем на Барнице и у сына Равида Назарова, я думаю, что его язык русский гораздо лучше, чем итальянский, чем американский и все другие. Так что я хочу обычно, когда игре говорят, он должен пользу какую-то привести другим. И мою пользу, я сказал. Моя польза в том, пожелать всего наилучшего вам, всем вам. Для того, чтобы вы застраховали свое состояние, надо помогать другим. И большое спасибо Рабину Лазару и его семье. Я желаю им большого счастья. И Мазалку, отцу, который у него седали. Рабину Лазару третье поколение Шалея. Он не первое поколение. Третье поколение Шалея. Как человек является... Когда мы разговаривали с маленькими людьми, это как в детстве. Я хочу быть боношутистом, я хочу быть танкистом, а маленькими людьми. Я хочу быть Шалея Шаларами, я хочу быть посланником Рабину Лазарушевского времени. Так дай Бог, чтобы у всех нас это получилось. Оказывается, что мы евреи живем и мы находимся как безразмерная жвачка. Везде мы находимся, она никогда не заканчивается. Возмножаемся и посылаем посланников в новые города. И оказывается, что в каждом месте чьи тысячи евреев, две тысячи евреев, две тысячи евреев. В этом наша задача найти и помогать духовному пониманию каждой семьи. Мазалку, Мазалку, Мазалку. Большое спасибо. А тем временем, тем временем мы добрались до пятой темы нашей истории. И эта пятая тема называется...